Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Середина дня». И с нами сегодня наш коллега из Москвы, трейдер Юрий Смола. Юрий, приветствуем вас! Приветствую, Игорь! Как вам сегодня видится рынок? Что интересного? По рынку смотрел, но в принципе ничего интересного. Но коллеги с утра рассказывали, что так в сильных движениях вроде бы не намечается. Вот. Думаю, другие вопросы интересуют. Хорошо. То есть рынок стоит, вам ничего интересного не видим? Нет, там как бы по поводу памп счета, на месте серьезно. Ну, там как бы немного просили, конечно, по Новой Зеландии, поскольку я по ней достаточно в большем количестве порастаю на покупку. Поэтому, так как она падает, получается немножко просадка возросла. Но, как бы, это пока не сильно беспокоит. В любом случае, вы никаких дополнительных мер по новозеландцу не приняли? Нет, нет. На памп счете, я, так как это работа с инвесторами, ну, с инвестиционными дневниками, там я ничего не делаю такого. Там я работаю, как и работал. Никаких таких серьезных перемен в торговле вообще нет. Просто рынок сейчас такой, поэтому развернется в Новой Зеландии. Ну, увидим чуть-чуть получше торговку. Юрий, кстати говоря, покажу график. Новозеландский доллар, доллар. Мы обращали внимание на прошлой неделе, это вот месячный график о том, что мы второй раз бьемся, стремимся к отметке 0,62.33, от которой можем оттолкнуться в длинный тренд. Я так понимаю, что идея вот этого длинного тренда у вас, она сохраняется. Да, да, да. Ну, как бы для меня будет, в принципе, неплохо, если он хотя бы до половины дойдет и вполне оправдает те ожидания, которые на него возложил. В большом количестве пар по Новому Зеландцу, поэтому, так скажем, перегруз в эту сторону идет. Я понял. То есть, вот это отталкивание от лаев и движение наверх вы ожидаете и как бы... Возможно, в принципе, и пробой будет небольшой. Я не думаю, что будет, ну, как бы, Новозеландец, ну, новые свои какие-то каналы делать для работы. В любом случае такое движение требует, ну, какого-то отката, в любом случае, который, в принципе, мне даст возможность выйти и пересмотреть вообще позицию. Возможно, он и дальше пойдет, потом пересматривает, там, сейчас, по-моему, на другие исторические, там, минимумы будут там торговаться. Я понял. То есть, вы верите в справедливость этой оценки, о которой мы говорим уже не первый месяц, вот, и продолжаете стоять... Ну, иначе бы я не входил в... Да, понятно, понятно. Просто я уточнил, что ситуация в этом плане остается тоже. Поняли вас, Юрий, спасибо. И вы хотели рассказать о каких-то ответах на вопросы, какие, я так понимаю, вам... Ну, у меня просто есть некоторые, я тут посмотрел, послушал, я лично передачу, я сегодня так немножко на ютро и сам там посмотрел. Некоторые моменты меня зацепили на отличенные темы поговорить, раз уж, как бы, передача про трейдеров и вообще их отношения к жизни и тому подобное. Вот. По поводу... Мне в пятницу интересно стало, как Павел Григорьевич как раз по поводу кофе рассказывал. Ну, вот. Я не знаю, может, кто-то знает, кто не знает. Если не знает, то, может, в интернете просто посмотреть, отчего такая ситуация с кофе и как она влияет вообще на организм человека. Если кто-то думает, что засыпать после чашечки растворимого кофе – это только у него отличительная такая черта, то он глубоко ошибается. Поскольку кофе состоит из двух частей, верхней части и внутренней части. В верхней части, в ней как раз присутствует кофеин, который готовит кофе молотый, который сначала дает тебе бодрость, сужает сосуды и, соответственно, чувствует себя бодро. А внутренняя часть, там, другой алкалоид, который практически используется в растворении кофе. Вот. И этот алкалоид, он действует, наоборот, усыпляющий на организм. То есть, когда мы завариваем кофе, который мы сами смололи, у нас первые 25 минут, 25-30 минут – это ободряющий эффект, потом мы начинаем засыпать, поскольку этот алкалоид, он, наоборот, расширяет сосуды, вот. Но не расширяет сосуды еще почек, поэтому нужно пить воду, обычную, с кофе, с хорошо сделанным. Поэтому в нормальных кофейных воду и подают. Вот, чтобы вы знали. Ну, а растворимый – это из внутренней части делается, и поэтому от растворимого кофе все всегда засыпают. Это не только Павел Григорьевич Каспаров, не только кто-то другой, это все засыпают. Чтобы никто не думал, что он какой-то особенный по отношению с кофе. Это вот что касается вот этого момента. Это просто, чтобы многие знали, ну, просто некоторые заблуждаются, и я хотел развеять это заблуждение. Вот, по поводу чемпионата мира. Если им что-то вопросы задают, в частности, и Евгений Питерский, вот, как бы, немножко… Да, шкурки от кофе заблуждают. Правильно. Ну, и если кто-то вводит мучу, занимается, то не советую пить кофе перед дальней переездкой. Это вам не поможет, а только может усугубить ситуацию. Есть такой эффект 30-го километра, где очень много аварий происходит. Если вы выпили кофе, пару кружечек, то через полчасика вы начинаете просто клевать носом засыпать. Особенно, если это утром, то куда-то далеко вы въехали, то это вот проблема будет. Поэтому лучше чай зеленый выпейте, там кофеина намного больше, и он без вот этого усыпляющего эффекта идет. Вот, по поводу чемпионата мира, что хочу сказать. Да, рискнул, да, нахожусь в просадке. Максимальная нагрузка идет, стоп, размер депозита. Это единственное, что могу сказать. Вот, и это не какие-то эмоциональные действия, просто хочется, в принципе, выиграть. Если чемпионат мира, он для того и предназначен, чтобы, как бы, попытаться заработать кубок. Если кто-то считает, что это по-другому, просто, что хорошо поучаствовать, ну, это я не понимаю. Другое дело, что вот некоторые участники, потенциальные участники не хотят этим заниматься. Это разные, так скажем, обоснования для этого приводя. Ну, кто не хочет не участвовать, ну, тогда не надо говорить, что хотим участвовать. А если не участвовать, то скажите правду, что, ну, просто, там, либо денег нет, либо еще что-то. Ну, не надо какие-то, там, придумывать обороты такие интересные. Вот. Если работаешь на одном счете, и все у тебя деньги там, ну, значит, так оно и есть. Если я работаю на многих счетах, то один, вот этот счет один из многих, и мне это не сильно напрягает, как бы, точнее, напрягает просто из-за того, что я трачу на это время, вот, в некотором смысле. Если я его потеряю, ну, что ж, будем затачиваться на других вещах, вот, которые более важны в этот момент, вот. И чтобы не отвлекаться на другие вещи. Я понял. Юрий спрашивает, ГОСТ-34, какая пара в конкурсе, в каких инструментах сейчас? Не буду говорить, смысла никакого нет. Я просто говорю, что в одну из пар я вошел в большинство, там, максимально, в общем-то, в депозит. Вот, если получится, если он до стопа, ну, то стопа не дотянет и выйдет, и развернется, то, как бы, резон есть. То есть я могу и поработать, но, как бы, может, и место какое-то все-таки будет получше. Ну, если не судьба, то не всегда нельзя. Ну, я говорю, что это мой личный счет, поэтому, ну, какие тут вообще вопросы. Это не чьи-то деньги другие, не компании какой-нибудь. Вот, это мои личные деньги. Поэтому никаких разговоров о том, как я там работаю, почему я там так работаю, для чего я там так работаю. Ну, это, как бы, обсуждение непонятное для меня. Вот, так, еще хотел одну ситуацию рассказать. Интересно, в принципе, у меня время, я так понимаю, еще есть. По поводу одной компании. Вот, не знаю, Игорь, хотел все-таки с вами переговорить. Вы разрешайте про одного из брокеров немножечко нехорошего сказать. Юрий, все, что трейдер думает о другом трейдере, о трейдинге, о брокере, пожалуйста, ну, в корректных формах, так сказать, какая есть ситуация, описать, почему нет, мы уже все это делаем. Ну, многие знают, что, как бы, у меня было два счета, два помп-счета, один на Альпари, другой на Амаркетс. Вот, по поводу Амаркетса я закрыл этот помп-счет. Многие там, некоторые начали на разных площадках обсуждать, что там случилось, почему-то случилось, что, почему я молчу, почему-то. Дело в том, что просто не подошло время сказать все, что, как бы, следует по поводу этой ситуации, поскольку до сих пор идет разбирательство. Вот, инвесторы, как бы, пострадали, и я, по сути, пострадал, ну, и брокер, в принципе, получил свое, так скажем. Вот, по поводу всей ситуации я, скорее всего, расскажу потом, попозже. Вот, а сейчас хотел бы немножечко рассказать о том, как данный брокер вообще ведет работу в сети, по поводу привлечения клиентов или вообще поддержания своей репутации хорошей, так скажем. Я пост написал в Фейсбуке, но он, к сожалению, никем серьезно не был отмечен, либо не хотят, так скажем, в это вмешиваться, либо свои какие-то другие причины. Вот, случайно сначала наткнулся на смарт-лабе, да, там в своем отчете на некоторые комментарии одних, так скажем, пользователей. Ну, комментируют, комментируют, ладно, ничего-то такого, но навело, так скажем, на старые какие-то воспоминания, и я решил все-таки это все описать. В принципе, могу демонстрацию экрана, чтобы все понимали, о чем я говорю. Сейчас только единственное попробую на этом компьютере. Да, у вас можно пройти по ссылочке, я думаю, просвестирую. А, нет, сработало уже, все хорошо. Значит, так, значит, было. Так, значит, расскажу сначала, ведь все время у меня еще есть. Вот такой вот, значит, есть ресурс, это хороший ресурс для, там, разного, для инвесторов, для трейдеров. И вот, значит, такая вот страничка с Амаркетсом, да. Здесь есть отзывы, обсуждения, так скажем, о данном брокере. Ну, сплошь положительный, я вообще хороший брокер, да, там, инструменты отличные, там, ликвидность, все туда-сюда. Ну, как бы это было год назад, просто я здесь написал некоторую нехорошую вещь, так скажем, о реальном положении вещей, как брокер работает. Вот, и, так скажем, некоторые начали комментировать. Я думаю, ладно, попробуем с ними поговорить. Ну, а данные комментаторы, кто такие данные комментаторы? Потом были удалены, кстати, сообщения. Мы смотрим. Влад, Вахо какой-то, да. Так, значит, 4 декабря дата регистрации. Так, жалко, вижу. В общем, так, вот тогда я лучше... Сейчас, сейчас, сейчас. Так, вот, свой сайт перейдем. Значит, вот такие вот комментарии. Начинаю переходить по ссылкам, что за комментарии вообще, и кто это такие. Люди, оказывается, люди регистрируются в один день, пишут одно сообщение, и потом пропадают с сайта. Ну, такие вот хорошие, интересные люди. Ну, как бы ничего такого вроде страшного. Все хорошо. Начал с ними, с некоторыми из них общаться. Они начали про меня писать. Там непонятная вещь, что вот я какой-то... Как бы, как написали-то... Подвергаю сомнению их вообще реальности и тому подобное. У них вот счета есть и тому подобное. Ну, ладно, я думаю, хорошо. Компания может там как-то вот эту всю компанию ведет по своему... Своей раскрутке, да, там, обещая людям, там, своим клиентам хорошие там бонусы, там, либо 10 долларов на счет, или там еще что-нибудь за положительное написание положительного отзыва, или там и тому подобное. Ну, как бы есть такие компании. Называется «Покупка положительной репутации». Ну, ладно, думаю, наверное, просто реальные люди, ну, так как бы их подкупают. Ну, в принципе, ничего такого не вижу, страшно. Но через пару, там, минут, 10 минут, там, мне... Со мной связывается представитель Амаркетса, один из руководителей, и начинает мне высказывать, что типа, ну, что вы там вот про нас пишете. Ну, представьте, что я общаюсь просто с обычным человеком, да, с обычным клиентом, а через 10 минут на меня выходит представитель компании. 23 часа вечера с предложением все это убрать. Ну, я переговорил, высказал свое вообще негативное отношение к такому виду маркетингов, как фейковые положительные отзывы, и что люди-то не дураки, и за идиотов или лохов их считать не нужно. Ну, что получалось здесь, что они там разберутся, там, накажут кого положено, там, и тому подобное, все. Ну, как бы эти отзывы так и остались на своем месте, ничего они не сделали. Ну, возможно, просто когда регистрация идет, человек потом просто пароль теряется, и вообще, ну, оставили отзыв, отзывали, оставили, записывали этот пароль. Ну, это все как бы предусловие. Значит, потом, ну, получился на Smart Lab, да, к моему отчету очередному, где я написал о том, что с Амаркетсом была проблемка небольшая, вот которую мы сейчас решаем. Начали оставлять сообщения люди. Фефилова Инна, на которую я сначала ответил вроде, потом на комментарии Фефилы Макаров Дмитрий какой-то начал ответил, потом какой-то Андрей ответил. Ответил, ну, начали, начал я смотреть, что это за люди, обнаружил ту же самую ситуацию практически. То есть здесь уже не в тот же день, но примерно так же. То есть люди регистрируются, потом пишут сообщения, потом пропадают. Если даже мы посмотрим, так, комментарии Фефилы Инна. И вот интересная вещь образуется. Вот она написала комментарий в одном посте, в другом, в третьем. В основном все посты связаны с Амаркетсом. Ну, вот как-то так совпало. Вот. И эти все посты, ну, часть из них, часть из этих постов, связаны с Амаркетсом и со мной. То есть это такая вот, да, вот. Заметьте, значит, вот это, значит, Фефилы Инна, да, Макаров Дмитрий Андрей. Это мы уже просмотрели. Теперь другое. Еще один пост, такой большой, хороший, где один из людей написал, задал вопрос Амаркетсу, который так и не получил ответа по поводу разбирательства. Здесь смотрим Фефилова Инна, Макаров Дмитрий, как странно, да, Андрей. Вот, интересная вещь, очень-очень мне порадовало. И вот так по всем остальным таким же сообщением. Ну, я просто вот здесь все на сайте как раз взял, запилил небольшой пост по поводу всего этого. Мне просто вот интересно данная ситуация. А Амаркетс, как, что он задумал? Что когда я начну рассказывать о той ситуации, которая произошла, чтобы быть готовым или как? Я хотел бы задать вопрос, может, ну, такой риторический. Спасибо вам за ваш рассказ. Ну, что я могу сказать? Скажу следующее. Знаете, вот, я почему с таким вот... А, люди все... Люди все... Да. Трейдеры, трейдеры, которые знают о том, что не с брокером, особенно с брокером, которого я знаю. Ну, вот, я сейчас скажу, есть, может, не выгонят для вас, но я хочу сказать, что вот те, кого я знаю в Амаркетсе, они все хорошие люди. И вас, и вас. Ну, понимаете, когда идет технический сбой на площадке, то уважающая себя компания признает этот сбой, причем признает сразу, а не пытается уйти от ответственности. Они пытаются этот вопрос решить нормальным путем, как и положено, а не сваливая все на управляющего, на его инвестора и тому подобное. То есть свой сбой пытаются приложить ответственность на других людей, не признавая его. И когда в течение месяца или двух я и инвесторы пытаются с этим разобраться, их просто бортует, и в итоге приходится придумывать разные, так скажем, ходы и пути, чтобы брокер признал свою ошибку, причем это стоит достаточно серьезных усилий и моральных, и психологических, и других, для того, чтобы все это дело сделать. Я вот не знаю, как к этому относиться. Я понимаю, что бизнес есть бизнес, да, потеря денег, она всегда болезненна для бизнеса. Если вы, ребята, не можете подсчитать, сколько вам принесет, ну, так скажем, потерь вообще разбирательства в этом вопросе, либо если просто решить по-тихому и мирно, и ничего не было в сети, то, как бы, я не знаю, как маркетинг может не рассчитывать последствия каких-то шагов. Я понял вас. Ясненько. Спасибо, Юрий. Я, кстати, почему удивлен в этой ситуации с маркетингом больше всего, я помню, они сделали у вас хороший ролик, шикарный ролик, подробный. Они сделали работать, я понимаю, для чего это не можно, для чего мне это было можно. Хотя я не сорвуешься, для меня был опыт какой-то вообще с представителем Кокера, да, если он хочет создать ролик, ну, почему бы и нет. Вполне возможно, это мне могло бы привести дополнительных инвесторов. Хотя потом, начав разбираться с ситуацией по моим инвесторам, как оказалось, ни одного инвестора от компании Амаркетс у меня вообще не... Ну, то есть, по сути, все инвесторы, которые у меня были, это те инвесторы, которые я сам привел на эту площадку, который фактически, ну, сказал, что это хороший брокер, в принципе, нормальный, что можно с ним работать. И вот такая ситуация. То есть, уже два брокера, с которыми я сотрудничал, оказались, ну, так скажем, принесли неторговые риски. Первое – это Альфа Форекс, которая отказалась от сотрудничества с российскими гражданами. И второе – это Амаркетс, у которого произошел сбой, в результате которого пострадали инвесторы. Ну, понятно. Я... Шашка, отец сабли. Ясненько, Юрий, все, давайте закроем на эту сложную тему, потому что, конечно, такая она болезненная, напряженная. Вот, у меня вопрос такой, я вижу за вашей спиной саблю и папаху. Что это за сабля и папаха, расскажите нам. Нет, настоящее. Все, все, настоящее. А я что-то не ношу. И это, во-первых, во-вторых, она не заточенная. А... Есть бумажка, подтверждает, что она не является холодной. Шашка декоративная или там внутри есть шашка? А, я ничего не сделаю, потому что нанесение каких-то синячков нанесения. Ну, не обязательно заточенная шашка холодная. Все реквизировано, мало денег стоит, как бы... Ну, как бы, считай себя... Не, ну, это молотом можно больше нанести, чем заточенные шашки. Ну, так вот, да. Ну, чтобы было хоть что-то. Это вы себе в Москву сувениры из-за Ростова привезли, я так понимаю. Нет, понятно. Помнить свои корни, это всегда важно и полезно. Евгений Питерский пишет. Юрий, для чего вы тратите свое время на комментарии на форумах, в то время, когда вашей целью является получение максимальной доходности от вашего трейдинга? И как вы свяжете одно с другим, может так понятнее мой вопрос. Зачем вам это надо, выяснять вот эти все обстоятельства? Вот так я сформулирую вопрос Евгения Питерского. Очень долгого казачьего рода, представителем которого народа я являюсь. И среди казаков в основном все воины. И данное внутреннее воинское, скажем, воинский характер не дает покоя мне спокойно сказать и видеть, как просто из некоторых делают дураков. Мне это прийти. Я не люблю, когда люди что-то приукрашивают, как-то по-другому говорят. Поэтому, ну, конечно, у меня много проблем из-за этого, здоровья в том числе. Но по-другому я поступать не могу. Поэтому и вот ввязываюсь в эти дискуссии. Я стараюсь, конечно, не читать это все, пытаюсь поменьше смотреть что-то, чтобы меня не раздражало тем более, потому что управлять деньгами, это очень сильно сказывается на реальной торговле. Но по-другому я не могу. По поводу там предыдущего вопроса, Евгения, то, что потери денег. Там потери денег не было. Брокер потерял, так скажем. Спасибо, Юрий. Игорь Челябин спишет. Юрий, при всем уважении к вам. Вы знаете, я не люблю присутствовать. Зачем уничтожать гипотет. Поскольку они, если вы взяли вверх, ну, речь идет о просадке. Начинают влиять на мои собственные деньги. Конечно, это всего лишь мое мнение. В данной ситуации я уже сказал, я взял большую сделку, серьезную сделку. Поставил риск 100% на данную сделку. Если вы выбьете, ну, что... Если вы считаете, что эти мои последние деньги, то вы глубоко заблуждаетесь. Для меня это депозит, который я внес на фреш-форекс для того, чтобы заработать кубок, так скажем, годовой. Я пытаюсь это сделать. Евгений хороший трейдер. Мне трудно это сделать, поскольку у него он беспросадочный. У меня другой стиль торговли. И тем более при больших объемах это сказывается достаточно серьезно. Ну, стоп есть. Стоп есть. Он в размере депозита вот этого небольшого. Для меня ничего. Я не поеду. Рынок мне поможет. Я понял вас, Юрий. Спасибо. Почему бы нет? Сейчас просто идет ситуация такая. Юрий, это получится. Если не получится, пробьет уровень. Больба за декабрьский кубок. Не игры. Ну, останется там Евграфов Андрей. Кстати, Павел Григорьевич обещал ему робота, почему-то так и не поставил. Поэтому работа на данном счете ведется так же просто трейдером Евграфов Андреем. Никакого отношения к работе по системе Каспара он не имеет в данном случае, поскольку робота там не стоит. Если кто-то хочет поставить ему робота, пожалуйста, поставьте, и тогда будете говорить о том, что Смола и Графов приведен вами на площадку Ютрейд ТВ для участия в чемпионате мира и другие какие-то вещи. Пока вот эти заявления все. Мне тоже не сильно нравится.